Самое главное – залезть. Кто первый раз – залезть, а потом уже отлично. Ну, желательно, конечно, растереться, кровь разогнать. Советы желающим укрепить тело и дух здесь дают вопреки запретам спасателей. Еще ночью на Волге дежурил патруль и не пускал людей к проруби. Теперь, когда постовых нет, сюда с самого утра приходят любители крещенских купаний. Шанс разогреть кровь с помощью ледяной воды беспечные самарцы не упускают. Говорят, не боятся ступить на скользкий путь. Мы, конечно, проверили, все ли в порядке, то есть в первую очередь безопасность. И только тогда пришли закаляться. По православным канонам купаться в проруби на крещение желательно, но вовсе не обязательно. Для тех, кому необходимо окунуться в воду, есть купели при храмах. Но самое главное, говорят служители церкви, этот день провести с молитвой. Обязательно православный христианин должен все праздники проводить в храме. Существуют вечерние богослужения, утренние богослужения, литургия. Где православные христиане причащаются к христовых тайнам. Нет большей святыни, чем причастие. Огромной силой, по словам священников, обладает и крещенская вода. В церквях ее специально освящают и даром раздают людям. Вместо того, чтобы на крещение нырять в ледяную воду, можно прийти в храм и набрать святой воды. Верующие говорят, она обладает чудодейственными свойствами. Потребляем, пьем и загадываем все самое лучшее, чтобы с нами было. Все было самое лучшее. Сбывается? Сбывается, не поверите, сбывается. В ванну добавляю понемножку, когда купаюсь в ванну. Чуть-чуть добавляю. Вчера вот добавляла, очень хорошо спала. Прихожане уверены, чтобы в крещении очиститься душой, самое главное – наполнить мысли светлыми образами. Алина Чемерис, Алексей Золотинков, События.